Слава Украине, героям слава, привет всем от Полуанского. Ребята, к потерям расистов, но в отдельно взятой Харьковской области. Значит, мы точно потери этих не знаем, но по сведениям из Купенска, куда свозят, в морг которого свозят расистов, у кондропупленных вообще в Харьковской области, в основном с изюмского направления, то в этом самом морге места нет от слова вообще. Их уже ложат, куда попало. Вы знаете, это начинает напоминать еще два морга, которые у нас есть, которые используются расистами для хранения своих горе-вояк. Первый это Мелитопольский, где они валяются уже в коридоре и вообще где попало. А второй это Херсонский. Ну в Херсоне там они подошли с выдумкой и сообразительностью к своим павшим, они их просто спалили. Ну в первых это экономия денег для государства, действительно, ну пошли его спалили там на Таврике, возле мусорной кучи там у них стоит крематорий. Они обкладывают там штук 20 этих сразу резиной и подожгли, да и решили вопрос с концами. Вот. Я не знаю, будут ли они в Купинске делать то же самое, но судя по количеству, по количеству двухсотых, которых у них там есть, и судя по тому, что их туда завозят, знаете, раньше завозили там вот на этой машине, которая двухсотых возит, небольшая такая была, возила там одна, другая, третья. Не, ребята, эти времена у них прошли. Их туда сейчас рефрижераторами здоровенными свозят. А вывозить некому, некуда и так далее. То есть, ну они там не нужны на России, вы же поймите, что правильно, ты его туда вывез, соответственно, 7 миллионов надо мамаши, папаши там или жене отдать. А такое же дело никому не нужно. Гораздо проще сказать, что он где-то дезертировал и потерялся там в лесу где-то под Харьковом, заблукал и там до сих пор где-то блукает. Вот, и соответственно, поэтому я думаю, что они в результате придут к херсонскому варианту с шинами, вот, чтобы было, как говорится, эффективно, дешево и сердито. Слава Украине!